Русские на Кавказе 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 Вот с этим проблема у русского растения, безусловно, по какой-то причине есть. Считаю, что данная конференция крайне важна, потому что она позволяет хотя бы сделать постановку вопроса, вопроса, который крайне назрел, и вопрос, который в высочайшем смысле находится в интересах российского государства. Это сохранение и упрощение позиции русской части Кавказа, русских Кавказа. Еще 3-4 года назад само совещание, сам круглый стол на подобные вопросы, по подобным вопросам был бы невозможен. С другой стороны, необходимо подчеркнуть, что несмотря на позитивный характер данного круглого стола, стоит сказать, что с нынешней формулой взаимоотношения Центра с Кавказом, с опорой на национальные элиты, с заваливанием Кавказа с деньгами и с, скажем так, с позволением национальным элитам делать все, что хочешь, за высказывание лояльности Центру и за проведение нормальных выборов в пользу Федерального Центра, вот в нынешних условиях улучшение в русском вопросе невозможно. Невозможно. И позиция, которую занимает Федеральный Центр, это вернуть русских на Кавказ, она недостижима в принципе. В нынешних условиях это является утопией. Сейчас нужно ставить вопрос хотя бы замедлить темпы дерусификации Кавказа. Теоретически, если мы будем проводить подобные круглые столы чаще, я думаю, мы все-таки сможем найти решение. Динамика оттока русского населения с территории Северного Кавказа сегодня настолько высока, что мы можем говорить о том, что в принципе полное обезлюдение в плане русского населения Северного Кавказа стало уже по сути установившимся трендом. Динамика оттока русского населения в разных республиках различна. И в Чечне и Ингушетии она минимальна, но связано это с тем, что и в Чечне и Ингушетии количество русских сохранилось в рамках статистической погрешности. Также где русских больше, где эта динамика выше. И в принципе отток русского населения это уже, как я уже говорил, установившийся тренд. По сути, при тех подходах, которые мы наблюдаем сегодня со стороны Федерального Центра, то есть при полном отсутствии каких-либо шагов к остановлению этого процесса и его перелома, нужно констатировать, что в ближайшие годы в принципе русских на Северном Кавказе не останется. То есть это связанность, здесь ситуацию можно переномить каким образом? Либо кардинально взяться за эту проблему на федеральном уровне и поставить эту задачу возвращения русских на Северный Кавказ на уровне национального проекта, и инвестировать именно в возвращение русских, и поставить основным условием инвестиций на Северный Кавказ, это инвестиции вместе с русскими, потому как индустриализация и модернизация Северного Кавказа, безусловно, основана на кадровой политике и на кадрах, которые приезжают, в основном прибывают, традиционно, и в советский период это было также, и с территорией Центральной России. Но я бы хотел рассмотреть такую ситуацию, которая сложилась по факту. То есть если сейчас совсем никакой стратегии к Северно-Кавказскому региону не принять, то есть оставить все как есть, то в принципе мы как раз и оказываемся на пороге того отделения Северного Кавказа, которое нам навязывает под воздействием агрессивного, деструктивного мема «хватит кормить Кавказ». И в конечном итоге происходит приучение населения страны к тому, что мы инвестируем в Кавказ, где нет русских, соответственно, не имеем ни культурного, ни стратегического контроля на этой территории, соответственно, эти инвестиции уходят в такую некую черную дыру, которая в дальнейшем нам не контролируется. Бжезинский обозначал Россию в своих работах как черная дыра. По сути, нам навязывается мысль, что Северный Кавказ сегодня без русских есть та черная дыра, куда уходят федеральные деньги. Это деструктивный мем, который приведет, в конце концов, к отделению Северного Кавказа, что бы на России недопустимо категорически. Но какая-то стратегия должна быть предложена. То есть, первая стратегия – возвращение русских на Северный Кавказ в отношении чего не предпринимается ни одного жеста, ни одного шага. Вторая стратегия – потеря Северного Кавказа вследствие потери культурного и стратегического контроля в результате отъезда русского населения оттуда. И я бы хотел обсудить третью стратегию, третий путь. Это произвитие Кавказа без русских. И вот здесь мы должны понять о том, что и романовская Россия, и имперская Россия, по сути, осуществляла такую принудительную сначала фальсификацию, а потом принудительную индустриализацию, наполняя Северный Кавказ зачастую искусственно, квалифицированными кадрами, педагогами, врачами, джинерами, высококвалифицированными рабочими, которые заезжали по распределению советской системы на территорию Северного Кавказа. Вместе с этими рабочими тут даже двигались основные средства. На эти средства строились промышленные предприятия, и возражалось производство. Теперь, наблюдая ситуацию оттока и, как следствие, кадровый голод, в принципе, можно рассмотреть такой вариант до индустриализации Северного Кавказа. Вариант, рассматриваемый по факту. По факту та ситуация, которую я бы хотел как раз обсудить с коллегами. Ну, вы знаете, с моей точки зрения, очень важное мероприятие, связанное с тем, что та тема, которая долго была табуирована, именно положение русского населения на Северном Кавказе, в том числе на Северокавказских республиках Российской Федерации, оно обсуждается, и достаточно жаркая дискуссия. Очень важно ведь говорить о том, что существует, но при этом не переходить на национальные оценки. И это тоже большая наука, это тоже дисциплинирует мысль и дискурс, как говорят ученые. Мне, как представителю органов исполнительной власти, важно было услышать позицию как представителей региональных властей, так и представителей экспертного сообщества, представителей общественных организаций. Потому что, конечно же, позицию региональных властей мы представляем, а научного сообщества тоже более-менее представляем, потому что министерство еще в 2008 году проводило масштабное исследование о самочувствии русского населения в республиках Российской Федерации. Причем проводили это в том числе и в соответствии с рядом поручения президента и правительства. И в то же время не всегда нам удается, конечно, услышать позицию людей с мест и представителей общественных организаций. Вот здесь я считаю, что мне, во всяком случае, удалось узнать много интересного из уст представителей общественных организаций, общественных лидеров.